Разбитых домов в Авдеевке с каждой ночью все больше. В администрации города их даже не успевают сосчитать, не говоря уже о помощи в восстановлении жилья. Вот квартира 80-летнего дедушки Николая. Ему повезло, что в момент удара его не было дома. Я был бы на кухне, и тут посолки по мне проходили, я имею в виду стекла. Она падает, ее поломало, все крепления вырвало. Выше было вот это, то стекло полностью, а это на трещинах висит. Кто тоже это делает? Не какой-то друг или знакомый. От морозов жители разбитых квартир спасаются по соседям. Или в палатках в гуманитарном штабе. К нам люди могут прийти, получить тепло, зарядить телефоны, покушать, получить гуманитарную помощь, оказать можем и первую медицинскую помощь. Днем большое количество людей приходит. Под вечер может быть просто что мы только третий день, и люди сюда как бы не знают. Поэтому вечером заходила молодежь, вчера покушала горяченького супа, каши. Позарядили телефоны, посидели, согрелись и ушли. И днем, естественно, очень много людей приходит. Школьница Катерина вместо уроков теперь сидит часами в палатке. Очень страшно, да. Не спали ночью. Я брала в обнимку свою собаку и выбегала в подъезд. Даже босиком так страшно было. Сидим мы здесь с полдесятого утра. Пришли тоже зарядить телефон, получить гуманитарную помощь. Пришли со своими, ну как, переходниками. Люди начали подключаться. Мы начали помогать мальчикам тоже следить за телефонами. Возле штаба люди могут бесплатно взять горячую кашу и чай. Хлеб и коробки с едой гражданским раздает благотворительная организация «Коритас». В наборах есть тушенка, в наборах есть рыбные консервы, кисель, сгущенное молоко. То есть набор достаточно калорийный. В принципе, есть разного рода печенья, которые можно, скажем так, сразу съесть, не дожидаясь, когда приготовишь, то есть как-то перекусить. Да, вы видите выдачу хлебушки, то есть по просьбе. То есть мы говорим людям, что есть также хлебушек можно получить. И люди говорят, нужен хлебушек, не нужен, естественно, берут. К сожалению, да, хлеб, вода ограничена. То есть стараемся давать наиболее уязвимым категориям. Я не знаю, что мне дали. Что дали, то будет помощь. Вот, живой один. Ну, что надо, все надо для жизни. Да какие там продукты. Пенсии мало, какие там продукты. Ели каши, да, что с осени с огорода немножко сняли, да и всего. Из этого района почти каждую ночь привозят раненых гражданских и военных. Но в больнице круглосуточно принимают всех, без исключения. Мы будем работать и ночью, и днем, потому что это наши люди. И мы будем их спасать. Больница открыта и ночью, и днем. Все работают, никто не гуляет. О, да.